Всем привет, друзья! Вы на канале Битрайда. Итак, давненько не было у нас покатушек. Сегодня у меня хорошие новости. Сегодня у нас должны открыться торговые центры, ну и крупные магазины. Поэтому я решил сейчас сгонять, не торопясь, в Медиамаркт и посмотреть себе Гоупроху. То есть у меня сейчас снимаю на Соньку, но на новый шлем хочу, скорее всего, поставить Гоупроху. Потому что она как-то выглядит немножко по-другому, лучше, форм-фактор мне нравится. И цвет черный будет сливаться с шлемом. А так, знаешь, и знаете, вот эту Соньку белого цвета на черном фоне как-то не знаю. Да и мне кажется, что на больших скоростях потом, если сбоку крепить камеру, то мне кажется, рано или поздно ее снесет с головой. Опять же, будет нарушена аэродинамика, поэтому охота посмотреть. Я еще, правда, не решил, какую взять, седьмую или восьмую. Там есть кое-какие нюансы. Ну, сейчас, если магазин действительно открыт, если там у них есть в ассортименте, я посмотрю. В принципе, седьмая и восьмая Гоупроха, они внешне-то, по сути, одинаковые. Но есть нюанс по звуку. Скажем, чтобы записывать звук, нужен специальный адаптер, допустим, на переходник 3,5 мм на петличку. Этот адаптер стоит полтинник, 50 евро. На восьмерку есть специальный медиамод, то есть это, по сути, дополнительный корпус, в который вставляется сама камера. И непосредственно туда уже можно вставлять этот 3,5 мм джек. Поэтому он стоит где-то около 80, но зато он дает больше преимуществ. В общем, я еще не знаю, сейчас посмотрим. Приеду, поглядим и выберем что-нибудь. Может быть, сегодня ничего не куплю, а может и куплю сразу. Так что, погнали. Блин, все запотело, ничего не вижу, жесть. Видите, у нас уже тут школа. Школьники начали учиться. Правда, не все классы. Открою визирь, иначе ничего не слышно. Ну, по крайней мере, жизнь налаживается. Единственное, только что погода испортилась. А так, в целом, все зашибись. С 10-го числа должна открыться автошкола. Так что, еще недельку подождать, потерпеть. Кстати, на этой неделе должен прийти мотоцикл. Если никаких задержек из-за коронавируса не будет, то на этой неделе он придет. Как только он придет, я сразу же поеду в автосалон, чтобы его поснимать, пофоткать. Ну, и вам, естественно, показать. Так что, будем надеяться. Жду звонка на этой неделе. Так, сегодня у меня на канале вышел как раз ролик про резину, про которую я вам рассказывал, что она обалденная. Да, ребята, действительно, резина обалденная. То есть, разницы, что вот по сухому тормозишь и по влажности вообще нет. Поэтому, если хотите вложиться в свою безопасность, рекомендую приобрести именно эту резину. Видео на этот ролик я... Точнее, ссылку на этот ролик я започу в описании под этим видосом. Поэтому, кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите этот ролик. Ну, и, естественно, напишите в комментариях свое мнение на этот счет. Так, сегодня улицы прохладно. 11 градусов показывало, когда я выходил. Я даже термуху одел. Ну, летнюю, самую легкую именно, которая для охлаждения. Посмотрим, как она меня сейчас спасет. Ну, пока вроде терпимо. А то на таких адских скоростях-то, как я еду, можно вообще замерзнуть нафиг. Ну, куда ты? Куда ты? Ладно. Вот не терпится некоторым людям, да? Блядь, а что ты будешь делать? Запотевает страшно. Хотел я одеть сначала свой новый шлем, но там, видите, камеры нету, поэтому была бы покатушка, но без видео. Поэтому пришлось выбирать, ехать в такую погоду. Легкий дождик нарастит. Вот, видите. Ну, я думаю, лучше прокачусь с камерой. Хоть сниму вам немножко что-нибудь для разнообразия. А то, знаете, что заметь? Вот именно покатушки, ни о чемские покатушки, даже просто с какой-нибудь обычной болтовнёй, да? Они заходят лучше. Потому что, если снимаешь какой-то обзор по какой-то конкретной теме, то смотрят, как правило, люди, которым действительно интересна та или иная тема или тот или иной продукт. А вот такие покатушки самое то снимать. И не надо готовить никакой сценарий, их снимать вообще легко. И по кайфу. Тут запостил... А, недавно запостил чужой. Ну, все знают чужого, да? Кто не знает чужого? Алексей Чужой репостнул мой видос у себя там в группе. Ссылку тоже кинул на этот пост. Можете почитать там комментарии, написать можете свое. Спасибо Алексею, что отознался и, собственно, репостнул. Не ожидал, не ожидал. Был приятно удивлен. Думал, знаете, ну, канал такой крупный, 300 тысяч. Думаю, там, ну, может, думаю, у человека там корона на голове выросла или что. Нет, написал ему ВКонтакте нормально. Он ответил мне, репостнул. Красавчик. Спасибо, Алексей, если смотришь этот видос. Хотя вряд ли ты его смотришь. Ну, вдруг. Кто знает. Так, ссылочку обязательно започу внизу. Посмотрите. Напишите свой коммент там. Можете там, можете здесь. Так что... Честно, задалбывает вот так. Ездить ограничен у меня на 49. Я, наверное, чувствую, что скоро плюнут и поменяю коммутатор на другой, который разлочен. И хотя бы 60 будет ехать. Конечно, по-хорошему бы глушак заменить. Тогда он будет ехать все 80, как делать нехер. Но мне в глушак вкладываться неохота. Если бы не было бы сейчас мотоцикла, да, как бы не было бы этой темы, то, естественно, я бы его поменял бы. Что-то тетка в пижаме, что ли, была? Или это такая модная у нее? Модный костюмчик. Выглядит как пижама. Так. Я здесь вот на этом перегреске один раз не уступил, блядь, пролетел. Не знаю, ну, испугался потом сильно. Ну, мне посигналили, ай-яй-яй сказали. Вот как. А я выскочил, блядь. Не знаю, картинка в этот раз, наверное, не будет такой сочной, как обычно в солнечный день. Будем надеяться. Мне еще, знаете, что нравится у GoPro? Что там можно настраивать и за вот эту экспозицию лучше. На этой камере тут все автоматика. Тут вручную вообще ничего не настроишь. Поэтому меня это смущает. А на GoPro больше возможностей в плане настроек. Поэтому при желании можно выжать хорошую, качественную, красивую картинку. Плюс можно устанавливать ND-фильтры. Ну и вообще под нее больше всякого барахла на Алиэкспрессе. Крепления всякие, там, приблуды. Вот надо только определиться, какую. Седьмую или восьмую. Восьмая, опять же, на нее ND-фильтры. Вот обычно от седьмой, который на нее, не поставишь. Там, они как-то сделали ее, ну, специально, чтобы это, чтобы люди покупали новые приблуды. Так, моя главная. Почти приехали. Ничего, жизнь кипит. Да. Почти приехали. Короче, зря съездил я. Магазин только наполовину открытый. Камерам даже не подойти. Так издалека посмотрел. Ну, в принципе, я склоняюсь к тому, что взять, наверное, надо восьмую с этим медиа-модом и не париться. У-у-у, мопед опять мокрый. Ну, да, неудивительно, он же тут у меня под открытым небом. Хотя дождика такого особо сильного нету. В принципе, он даже не мешает ехать. Вообще не напрягает. Так, ладно, сейчас надо еще за продуктами заехать. И на сегодня хватит. Так, куда поедем? А, нет, дальше проедем. Хотел здесь повернуть, но решил дальше. А, нет, дальше проедем. А, нет, дальше проедем. Продолжение следует...